Я хотел бы показать, собственно, здесь представлены все этапы. На уникальном швейцарском литьевом комплексе Бюллер с усилием 2000 тонн получается такая секция, когда впрыскивается расплавленный алюминий, получается первоначально вот такая секция. Дальше она проходит нескольких этапов мехобработки. Перед покраской проходит этап химической полировки. Дальше химическая полировка, подготовка грунтования, подготовка покраски. Первый этап покраски, это электролитический анафорез, краска ложится на мертву. То есть вытащили, подвесили, а вот это? И это уже окончательное порошковое напыление, гарантия на краску 25 лет. И с радиатором уже там ничего не нужно делать, мне не красить, ничего не нужно делать. Раньше от подвесов вот здесь оставались... А сейчас, да, да, да. Значит, у нас были вопросы от клиентов, что раньше была другая технология покраски, оставались ли от подвесов, мы изменили, и сейчас подвесы по краям. То есть цепляются вот там, да? Да, цепляются так, и качество покраски существенно изменилось. Ну, мы слушаем клиентов и, собственно, вносим изменения. Ну, и здесь можно увидеть, можно увидеть, как этот радиатор вообще изготавливается. Вот ледниковая форма, и дальше робот достает там каждую секцию. Причем это уникальное наше изобретение, мы запатентовали. Никто в мире не делает четырехсекционный биметалл. Только, 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 это наша запатентованная технология. Наш технический директор Никола Пилон 25-летним опытом изобрел и внедрил эту технологию. Закладной элемент, например, укладывается в пресс-форму с точностью 0,2 миллиметра. И цикл производственный, 46 секунд всего лишь. Каждые 46 секунд у нас выходит сразу... Четыре секунды, да, получается? Получается в итоге такой прекрасный радиатор. Ну, опять же, общаясь вот с такими компаниями, как ваша, кто-то работал с итальянцами, с китайцами, но сейчас все больше и больше отдают предпочтение именно российскому продукту. Хочется верить, что и вы... Ну, вообще, очень приятно, что завод у вас в Крыжаче, как бы российский завод.